Один из самых востребованных в применениях алгебры результатов – это сингулярное разложение. Я напомню, вот есть матрица, матрица А, комплексная, вот ее размеры. Значит, вот для любой комплексной матрицы существует ее представление в виде, ну вот так вот мы писали, значит, здесь В и У матрицы унитарные, помните, что это такое? Ну, должны помнить, да? Матрица с артенормированными столбцами, квадратная матрица с артенормированными столбцами, и строки тоже артенормированные. Вот, а сигма, сигма имеет такие же размеры, как и А, здесь вот, ну я обозначал это таким образом, сигма Р, здесь нули, и сигма Р, квадратная Р на Р матрица. А, значит, здесь нет даже положительные, положительные числа, сигма Итой положительные, вот эти числа сигма Итой называются сингулярными числами, а столбцы матриц В и У называются сингулярными векторами, правыми и левыми. У – это правые, В – левые. Значит, вот это и есть сингулярное разложение. Значит, что? Ну, это одна из форм сингулярного разложения, но есть, не только так, можно написать вот такое представление. Значит, сигма Р – это вот в точности вот это сигма Р, а УР и ВР, как связано с У и В? Это первая Р столбцов. Первая Р столбцов. Значит, как видите, есть некая избыточность вот в этом представлении, которая в такой записи устраняется, то есть выброшенная, некая избыточная информация выброшена. Ну, и, наконец, еще один вид записи, вот сумма вот такая. Здесь пишем сингулярные числа, сигма Альфа, значит, В Альфа и У Альфа сопряженные. Значит, что такое В Альфа? Это есть столбец. У Альфа сопряженная – это, естественно, строка. То есть это представление матрицы в виде суммы матриц ранга 1. При этом столбцы образуют артонармированную систему, строчки образуют артонармированную систему. Сигма Альфа – положительные числа, которые мы называем сингулярными числами. Вот это все было. Вспомнили? Замечательно. Ну, я обещал вам объяснить, а почему же это такой чрезвычайно полезный результат, применяемый очень широко в самых разных областях. В том числе, если помните, про интернет я вам говорил, даже в поисковых машинах. Вот. И при многочисленных задачах, связанных с обработкой данных, а данных немыслимое количество производится, ну, как пример, ну, возьмите тот же андронный коллайдер, который… Значит, надо только успевать записывать измерения, а потом их как-то надо обрабатывать. Вот. Ну, вот в жизни это действительно данные накапливаются, накапливаются, и задачи по вытаскиванию значимой информации из этих данных – это огромная, конечно, задача. Так. Значит, почему это такое полезное матричное разложение? Здесь дело вот в чем. Дело в том, что матрицы, даже очень большие, очень часто оказываются близкими к матрицам малого ранга. Но если это ранг один, то это произведение столбца и строки, да? Значит, если вы имеете столбец и строку, то это очень немного информации вроде бы, да, по сравнению с общим числом элементов всей матрицы. Это огромное сжатие информации, ну, конечно, с погрешностью. Вот. Если ранг не один, там, два, три, так сказать, ну, не очень большое число R, да, опять-таки для того, чтобы запомнить малоранговую матрицу, достаточно несколько столбцов и строк запомнить. Вот. А это надо сравнивать с общим числом элементов матрицы. Их хранить уже нет необходимости. Это первое – сжатие информации. Возникает при замене матрицы на матрицу малого ранга. Это первое. А второе – очень важное – вот переход к некой малоранговой аппроксимации позволяет выделить наиболее значительную информацию. Ну, я-то, пожалуй, здесь бы кавычки поставил, но это совершенный факт, можно сказать, факт природы. Действительно, вот, получение малоранговых приближений позволяет бороться с шумом в данных, которые матрицу образуют. Итак, вот, приближение малого ранга. И здесь есть у сингулярного разложения… Сингулярное разложение – это инструмент, который дает, ну, можно сказать, все для того, чтобы получать малоранговые приближения. И алгоритм дает, и дает строгие оценки погрешности. Вот. Вот теорема. Значит, вот задача, которая нас интересует. Матрица А задана, и мы хотим ее приблизить к матрице Б. Значит, приближение. Как мы будем измерять? Будем измерять с помощью так называемой спектральной нормы. Определение я напоминал, но сделаю это еще раз. Что такое спектральная норма матрицы? Это есть максимум вот такого отношения. Естественно, по всем ненулевым хам. А вот эти нормы – это векторные нормы, самые обычные вклидовые нормы. Корень квадратный из суммы квадратов. Ну, в комплексном случае модули надо брать еще, прежде чем в квадрат возводить. Понятно, да? Значит, я просил вас подумать и доказать, что это действительно норма. Норма на линейном пространстве матриц заданных размеров. Вот. И эту норму, оказывается, можно вычислять. Это есть максимальное сингулярное число матрицы А. А. Максимальное сингулярное число матрицы А. Так. Ну, наверное, это есть утверждение, которое бы неплохо уметь доказывать. Вот я не знаю, вы, вот, и спрошу вас, кто мог бы доказать вот это утверждение. Есть такие из присутствующих? Вот вы руку подняли, да? Вот молодец. Одна рука. Но одной руки маловато все-таки. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим. Значит, вот это есть, вот это определение, А. Вот это есть утверждение. Утверждение. Значит, как же... Прежде всего... Прежде всего... Давайте вот что заметим. Вот если мы матрицу А умножим слева на унитарную матрицу, то ведь норма не изменится. Вот пусть матрица Q унитарная. То есть Q со звездой то же самое, что Q минус 1. И тогда норма... Ну, вот такая вот норма. Для любого вектора Y не изменится. И в Клидово норма не изменится. А почему это так? Ну, давайте попробуем понять. Значит, что вот это есть такое? Это корень квадратный из числа У со звездой на У. Правильно? Корень квадратный из суммы модулей, возведенных в квадрат. Давайте напишем. Ну, аналогично и в левой части. Значит, это вектор Q умножить на У, сопряженный, Q на У. Так, а вот это что такое? А это можно переписать, раскрыв скобки. Вот таким вот образом. Поставим здесь скобки. И я приглашаю вас увидеть, что в скобках у нас Q со звездой на Q. Ну, это есть единичная матрица. Значит, это есть единичная матрица. Ну, а значит, равенство доказано. Значит, смотрите, вот если мы вектор умножаем на унитарную матрицу, то его и в Клидовой норме не меняется. Так. Тряпка, тряпка где-то была. Ну, что же. Значит, матрица А имеет сингулярное разложение. Вот такое. Значит, АХ это то же самое, что вместо А пишем В сигма У со звездой. АХ. Вот. Теперь В это унитарная матрица, поэтому умножение на В норму Эвклидову не меняет. Значит, это есть. Вот что такое. Ну, давайте теперь. Нам все-таки надо интересоваться отношением. Ну, вот в знаменателе вместо Х я напишу У со звездой на Х. Умножу Х на У со звездой в знаменателе. Норма-то не изменится. Ну, и теперь заменю на У. Вот. Ну, и теперь я тихо подозреваю, что большинство из присутствующих уже видят, как завершить доказательство. Значит, вот этот максимум по Иксам это то же самое, что максимум по Игрекам. Правильно? По Игрекам. Но только здесь вместо матрицы здесь уже это сигма. Ну, тут мы в состоянии посчитать. Посчитать. Так, ну, что, начнем с числителя. С числителя. Значит, здесь сумма сигма Ит в квадрате на Игрек Ит по модулю в квадрате корень квадратный. Значит, сумма по И от единицы до Р. А в знаменателе тоже сумма по И от единицы до Н модулю Игрек Ит в квадрате. Значит, сигма сингулярные числа упорядочены. Это предполагается, конечно, вот таким вот образом. Значит, когда мы смотрим на эту сумму и хотим сверху. Значит, если мы все сигмы заменим на максимальное, на максимальное, то вот ну, давайте так. Возникает... Это для знаменателя. Ну, а числитель... Ну, всегда можно Игрек брать нормированный, правда? Вместо того, чтобы по всем ненулевым максимизировать, будем по всем нормированным максимизировать. Ясно, что максимум будет тот же. Значит, вот возникает... Вот такое неравенство очевидно теперь, да? Согласны? Ну, осталось дело за малым. Показать, что оно достигается на каком-то Игреке. И может ли кто-то предъявить вектор Игрек, на котором здесь получится равенство? Конечно! Возьмите Игрек 1 равно 0, остальные компоненты 0 пусть будут. И в точности слева тоже будет сигма максимальная, сигма 1. Итак, мы действительно с вами доказали вот это вот равенство. Значит, вот эта норма, так определенная, равная старшему сингулярному числу, чрезвычайно популярна в теории матриц, и носит название спектральная норма. Ну, спектральная и название нам понятно, она связана со спектром, то есть собственными значениями. Какой? Матрица со звездой на А, правда же? То есть, это корень квадратный старшего собственного значения матрица со звездой на А. Вот если вы вспомните, как мы приходили к сингулярному разложению, конечно, это утверждение станет совершенно понятно. Спектральная норма матрицы. Вот давайте спектральную матрицу использовать для того, чтобы измерять близость двух матриц. Значит, вот есть матрица, возвращаемся к теореме. Вот есть матрица А задана, а мы бы хотели вместо нее ее заменить на матрицу В. Какая будет погрешность? Ну, какую матрицу В мы хотели бы брать? Значит, погрешность бы хотели бы мы минимизировать. А матрица В, вот ограничение, пусть ранг не превышает к. К заданное число. Ну, считаем, что так нам интересно, для практики интересно, чтобы к было маленьким. 1, 2, ну, вот к любое, на самом-то деле, не превышающая ранг матрицы, конечно же. Матрицы А. Значит, какой здесь будет результат? Оказывается, вот какой. И это есть сигма к плюс 1. Что такое Акатая? Акатая это есть обрезанное сингулярное, ну, я по И пишу, да, после суммы по И, обрезанное сингулярное разложение. Значит, для матрицы А сингулярное разложение можно написать в таком виде. Красивый результат в совершенно такой законченной форме. Мы точно понимаем, как получить наилучшее приближение ранга не больше, чем К. вот теорема. Как это доказать? Ну, тут есть два равенства. Одно и второе, да? Вот это второе равенство доказать совсем просто. Вот это. Значит, откуда следует это равенство? Посмотрим на матрицу А минус Акатая. Какие сингулярные числа она имеет? Сигма один, сигма два, сигма Катая, а вот начиная с К плюс первого нули, правильно? Ой, что же я говорю? Не то. Сигма один вычтется, сигма два вычтется, сигма Катая вычтется. То есть, на самом деле, не вот это равенство, а вот это. Извините, вот это равенство. То есть, А минус Акатая, вот это норма, это есть норма вот какой матрицы. здесь ноль, 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 а здесь сигма К плюс один, и так далее, сигма Р. Ну, понятно, что здесь старшее сингулярное число сигма К плюс один. То есть, это действительно есть сигма К плюс один. Это равенство совсем простое. А первое равенство не так уж очевидно. Непонятно почему, да? Понятно? Хорошо. Значит, вот с этим мы разобрались, а теперь теперь вот почему же вот этот минимум есть сигма К плюс один. Вот. Ну, давайте возьмем произвольную матрицу Б, ранг которой не превышает К. Произвольную. вот и нас интересует вот такая спектральная норма. Напомню, определение. Согласно определению спектральной нормы, это есть максимум отношения. здесь матрица Б произвольная, но конкретная, фиксированная. И предполагаем, что ранг ее не больше, чем К. Что делать дальше? Что делать дальше? Да, что мы хотим, кстати, доказать, понимаете? Хотим доказать, что вот эта норма спектральная больше или равна, чем сигма К плюс один. Это наша цель. Значит, здесь мы все иксы берем, не нулевые. А если мы сузим множество, из которых будем брать иксы, то что произойдет с максимумом? Громко скажите. Не увеличится. Правильно? Не увеличится. Неравенство. Напишем. не нулевые иксы, но будем брать вот какие. Так, чтобы b на x было 0. А если b на x 0, то числитель у нас станет вот какой. вот какой. Вот. А теперь давайте рассмотрим с вами два линейных подпространства в пространстве n-мерных всех n-мерных векторов. Значит, одно пространство вот какое будет. это будет ядро матрицы B или ну, надеюсь, вы помните, что такое ядро. Это все иксы вот с таким свойством. Какие? Это будет одно пространство и еще одно пространство m. А это будет линейная оболочка, натянутая на векторы натянутые на векторы uk плюс 1 и так далее u n. Вот эти угловые скобки заменяют слова линейная оболочка, натянутая на векторы, которые между этими скобками написаны. Есть английское слово. Это пишут вот в англоязычной литературе пишут spen, иногда линия spen. В русской литературе часто пишут букву l, чтобы обозначить линейную оболочку, натянутую на систему векторов. Значит, вот два подпространства l и m. линейная оболочка. Какие их размерности? Что об этом можно сказать? Совершенно точно мы понимаем, какая размерность пространства m, да? Какая? Ну, громко. Это n минус k, да? Правильно. Размерность пространства m – это n минус k. Ну, потому что вот эти векторы, это сингулярные векторы, они, конечно же, они образуют ортономированную систему, и уж точно линейно независимо. Какая в точности размерность пространства l, мы сказать не можем. Но мы знаем, что размерность ядра матрицы, да, часто говорят, что это дефект матрицы, плюс ранг матрицы – это есть n, да, это есть число ее столбцов. Ранг матрицы подчинен неравенству, меньше или равен k, так? Так, значит, размерность l больше или равна, чем что? Чем? Ну, почему же n минус k? Это, значит, дефекты – это n минус ранг. Ранг меньше, чем k, значит, это больше. То есть ранг меньше или равен, чем k? Нет, ранг меньше, то есть это есть размерность l, это есть n минус ранг. И что это такое есть? n минус k, получается, программа меняет на k, и это n минус k. Да. А, n минус k, да. n минус k. Да, я смотрю, я что-то не то сделал. А, ну, я исправлюсь. Вот это пространство m я нехорошо выбрал. Это m я его изменю сейчас. Вот. Вот так вот. Здесь будет k плюс 1 вектор, начиная с тех, которые соответствуют старшим. Ну, тогда размерность эта будет какая? k плюс 1, да? k плюс 1. Значит, размер, ну, m вот такое. m натянутый на u1, и так далее, у k плюс 1. А, l ядро матрицы b. Так, значит, сумма размерностей. больше или равна, чем n плюс 1. Вроде так, да? Сумма размерностей пространства или m больше, чем... больше или равна, чем n плюс 1. А что из этого следует? Значит, вот есть замечательная формула. Есть замечательная формула. Формула Грассмана. Сейчас я ее напишу. А вы мне скажете, встречались вы с этой формулой или нет? Размерность суммы двух подпространств. Это есть сумма размерностей минус размерность пересечения. Знакомы или нет? Насчет теоремы Грассмана, или формулы Грассмана. Ну, вот, я вот, чтобы объяснить эту... Ну, вот, я прекрасно понимаю, как я... Как бы я объяснял естественность этой формулы выпускникам детского сада. Ну, представьте себе на их месте. Вот две кучки яблок. Надо посчитать общее количество. А кучки пересекаются. Ну, понятно, надо сложить число яблок в первое, во второе и вычесть общее, да, для двух кучек. И получится общее число яблок. Значит, на самом деле примерно так же и происходит доказательство этой формулы. Только вместо яблок там векторы, принадлежащие базисам пространства L, M и пересечению. Вот. Ну, ладно. Значит, а из этой формулы сразу можно получить вот какое следствие, да? Значит, размерность L плюс размерность тем больше ли равняется, чем N плюс 1? А размерность пересечения ну уж точно N превысить-то не может. То есть самое большое, что можно вычесть, это N. Значит, это и есть единица. Значит, оказывается, вот это пространство пересечения пространства L и пространства M, которое мы ввели, это пересечение не менее, чем одномерно. А значит, там есть ненулевые векторы, правильно? То есть отсюда следует, что здесь есть ненулевой вектор. Ну, более того, мы давайте считать, что этот вектор нормирован. почему нет? Ну, и вот возвращаемся к нашему доказательству. Здесь максимум. ясно, что мы можем написать вот так вот, поскольку Z это вектор одновременно, вектор, принадлежащий ядру. Ненулевой вектор, более того, мы взяли нормированный вектор, принадлежащий ядру. Какое-то. вот, но с другой стороны вектор ведь не только ядру принадлежит, но и пространству М, то есть линейные оболочки, натянутые на вектор У1, У2 и так далее УК плюс 1. Z имеет вот такой вид. Сумма от единицы до К плюс 1. Здесь коэффициенты какие-то. Ну, напишу. Ну, давайте КСИ, вот КСИ и Т на У и Т. Ну, как бы нам посчитать? Да, ну, вот это, это есть понятно, что сумма от единицы до К плюс единицы модуль КСИ и Т в квадрате в квадрате. А что такое АЗ? Если мы матрица подействуем на вектор столбец УИТ, то что получится? Получится ВИТ, умноженное на СИГМУИТ. помните? Значит, это будет такая сумма СИГМА ИТ СИГМА КСИИТ ВИТ. Ну, нас норма интересует и норма здесь тоже считается. Корень квадратный из суммы Так, вот здесь только я написал Никто не поправил меня некую ерунду. Ну, почему же ДК плюс 1? ДН, конечно же, здесь. Здесь ДН. Но мы ведь взяли вектор З нормированный. Нормированный. Поэтому это все равно есть единица. А здесь сумма, конечно же, от единицы ДК плюс единицы. Так, это есть СИГМА ИТ в квадрате на модуль ИТ в квадрате. И поскольку самая маленькая здесь СИГМА К плюс 1, мы имеем вот такое неравенство умножить на такую сумму. Значит, ну и в итоге возникает то, что мы хотели получить. То, что мы хотели получить. Ну, кстати, вот здесь я все-таки опять неправ. Все-таки, конечно же, так. Ведь вектор З, он же принадлежит линейной оболочке векторов УИТ. Поэтому зря я тут заменял К плюс 1 на Н. Ну, а тогда все согласуется. Здесь-то ведь это единица тоже. То есть это есть СИГМА СИГМА К плюс 1. Значит, вот неравенство. Теорема доказана. Теорема доказана. значит, вот для задачи о наилучшем приближении матрицы мы имеем точный результат. Точный результат. Правда, здесь используется конкретная норма, спектральная норма. Но вот по спектральной норме наилучшее приближение ранга не выше К имеет погрешность СИГМА К плюс 1. меньшую погрешность обеспечить нельзя. И более того, мы знаем, как надо строить это приближение. Надо взять сингулярное изложение и обрезать его до К старших членов. Четкий рецепт. Ну, несколько замечаний, связанных с этим результатом. С этим результатом. вы поймете, почему я мне особенно приятно сделать эти замечания здесь на шестейхе. Значит, нормы. Нормы могут быть... Ведь, кроме спектральной нормы, можно и по-другому измерять близость матрицы. Правда же? Значит, вот есть очень часто употребляемый способ. Часто используется вот Фрабениусова норма матрицы. Это по определению Ф, в честь Фрабениуса. В нашей отечественной литературе часто эту же норму называют нормой Эвклида. Значит, это корень квадратный из суммы квадратов по И и Ж от элементов в квадрате. Задачка для вас. Докажите, пожалуйста, что это есть норма. что это есть норма. Это совсем просто, но более того, эта норма вот с таким свойством. Вот вам задачка. Это свойство называют свойством мультипликативности или субмультипликативности, матричной нормы. Еще эта норма неким образом все-таки связана с умножением матриц. Значит, вот это верно. Для спектральной нормы это верно. Для евклидовой нормы это тоже верно. И моя задачка для вас заключается в том, чтобы вы попробовали это доказать. Вот задачка. Ну, давайте спросим себя. Значит, чем евклидовая норма нам приятно? Она легко вычисляется. в отличие от спектральной нормы. Спектральная норма, чтобы ее получить, нужно знать старшее сингулярное число. Вот, и, конечно, это сложнее, чем просто найти сумму квадратов элементов и извлечь корень. Значит, вот эта теорема. А если использовать спектральную норму, какой будет результат? я могу сказать. Значит, вот это равенство сохранится. Но доказывать придется как-то по-другому. Доказывать придется как-то по-другому. Попробуйте свои силы. Нафробление у своей нормы. Ну, а здесь правая часть, вот это тоже легко считается, и это будет вот что такое. Значит, вот аналогичная теорема для Фрабенио своей нормы. Доказательства я проводить не буду, но предлагаю вам поразмышлять, как бы это можно получить. Вот метод, наверное, придется какое-то придумывать отличающиеся от того метода, который мы с вами использовали. Ну, ладно. А бывают и другие нормы. Маточные. Вот есть целый класс норм. Целый класс норм. Так называемые унитарно-инвариантные нормы. значит, просто это по определению нормы, которые не меняются при умножении на любые унитарные матрицы. для любых куэзет унитарных. Значит, если норма обладает таким свойством, то для любой матрицы, конечно, для любой матрицы А и для любых унитарных куэзет, то такая норма называется унитарно-инвариантной. Инвариантной, то есть остающейся на месте при неком преобразовании, а преобразовании вот такое умножение слева и справа на унитарной матрице. Вот еще одна задачка для вас. Докажите, пожалуйста, что и спектральная норма, и фрабениусовая норма являются унитарно-инвариантные. Но есть и другие унитарно-инвариантные нормы. Значит, можно, наверное, сообразить, вот если вы будете смотреть, оно уже исчезло, нет, не совсем, будете смотреть на сингулярное разложение матрицы, то, конечно же, вы сразу же будете понимать, что унитарная инвариантная норма, она должна определяться исключительно сингулярными числами. Правда же? То есть это функция сингулярных чисел матрицы. Вот, и когда-то это были 30-е годы 20-го века, очень известный математик Джон фон Нейман, значит, он дал полное описание унитарно-инвариантных норм. Значит, ну вот, надо вектор составить из сингулярных чисел, сигма-1, сигма-2 и так далее, и взять векторную норму. Для этого вектор, ну, с некими свойствами, так, чтобы она зависела только от абсолютных значений координат вектора. Вот. И тогда вот оказывается, что вот таким образом можно получить любую унитарно-инвариантную норму. И любая унитарно-инвариантная норма обязательно имеет такой вид. Такая нетривиальная совершенно теорема Джона фон Неймана. Удивительным образом опубликована она в ученых записках Томского Государственного Университета. Вот. Но можете поинтересоваться, почему так случилось. То есть, это не проходная работа, это фундаментальный результат в теории матриц. Вот. Но дальше. А дальше, что же касается малоранговых приближений. Малоранговых приближений. Значит, вот эту теорему можно поправить еще. Вот таким образом. Вот здесь я это равен с... Значит, эта теорема верна для произвольных унитарно-инвариантных норм. Это уже очень красивая и глубокая математика. Насколько это связано с приложениями отдельный вопрос? Отдельный некая связь есть, но значит, это действительно такая глубокая математика. и этот результат на самом деле очень тесно связан с одной теоремой, которую получил профессор Лицкий, который, как я понимаю, долгое время читал лекции на Фистехе. Он совершенно знаменитый человек в сообществе, в том числе в сообществе занимающемся теорией матриц линейной алгебры. Совершенно знаменитый, то есть вот его результат, его результат так или иначе в основе, в основе доказательства вот этой теоремы есть. А теорема это теорема Мирского. Мирский тоже родом с территории бывшего Советского Союза. известен как английский математик. Очень красивые результаты, но это не предмет нашего разбирательства в этом курсе, но упомянуть о них очень приятно. так. Но все-таки может быть уже время подошло и к вычислительным вопросам. А как считать? Как считать? Теория, вот теорема говорит, что если нас интересует малоранговое приближение, надо посчитать сингулярное разложение. Значит, естественный вопрос, а как считать сингулярное разложение? Ну, я знаю ответ, который у многих наверное присутствует. выкачу. Найти соответствующую процедуру и ее применить. Уже написанную, конечно, такие программы есть, вы можете в системе MATLAB написать СВД от матрицы и будет вам выдано сингулярное разложение. Но это, конечно, такой правильный метод, но интересно же знать, а что же эта процедура все-таки делает, какие там алгоритмы заложены. Ну, давайте подумаем, с чем это связано? С чем может быть связано вычисление сингулярного разложения? Наверное, можно вспомнить, как мы получали теорему о сингулярном разложении, а все начиналось с теоремы о спектральном разложении произвольной эрмитовой матрицы. Вспомнили? Ну, вот тогда можно, значит, произвольная эрмитовая матрица приводится к диагональному виду некоторым преобразованием унитарного подобия. Унитарного подобия или унитарной конгруэнции тут все равно. Вот эта теорема. Значит, как вот здесь какой вычислительный метод может быть? Значит, это один из древнейших методов ну, давайте я буду вещественные симметричные матрицы рассматривать для простоты. Вы понимаете, что если мы поймем, как получить разложение вот для... Ну, давайте я h напишу, ладно. h. вот если мы поймем, как получить разложение вот такое. Здесь q транспонирование то же самое, что q минус 1, здесь q унитарной вещественной матрицы, мы такие матрицы называем ортогональными. Как вычислять? Ну, естественно, здесь может идти речь о том, чтобы приближенно получить вот это равенство. Приближенно найти диагональную матрицу лямбда, составленную из вещественных чисел собственных значений матрицы h, ну и приближенно столбцы ортогональной матрицы q. Думаю, что вы понимаете, что если эту задачу решить, то и задача сингулярным разложением будет решена. Так? Ну, потому что сингулярное разложение, по крайней мере, то, как мы его получали, сразу же из вот этого, вот этой формулы возникает. Там уже все довольно просто и понятно. А это как дело? Так вот, один из старейших методов, метод Якоби. Метод Якоби. Я просто несколько слов об этом скажу. Значит, как он устроен? Может быть, вам рассказывали об этом или нет? А вот, кстати, о кривых второго порядка вам рассказывали на первом курсе? Было дело. Такая квадратичная форма там некоторая, многочлен второй степени. И вот, если вы квадратичную часть возьмете, вот с чего там все начиналось? Надо квадратичную часть упростить за счет перехода к другой системе координат. Было? А переход к другой системе координат равносилен преобразованию конкуренции. А если у нас была система Декартова, ну, то есть, ось ортогональные, масштабы единичные, да, то хотелось бы и новую систему иметь Декартову, так к измерению будут сохраняться, правильно? Скалярные произведения сохранятся, углы длинные. А если мы Декартова сохраняем, это значит, что надо использовать преобразование ортогональной конкуренции или что-то же самое ортогонального подобия. И там у нас симметричная вещественная матрица второго порядка оказалась ортогонально подобной вещественной матрице. Помните? И как это подобие или конкуренция реализовывалось с помощью матрицы вращения? Ну, опять же, было или нет? Было или нет? Ну, вот, то есть, там вот такая матрица искалась. Косинус фи, скажем, минус синус фи, синус фи, косинус фи. Значит, вот такая матрица ку от фи. Вот, и значит, здесь транспонировано. И вот в этой матрице мы хотели, ну, не так здесь 1,2, да, занулить элемент в позиции 1,2, который совпадает с элементом в позиции 2,1. За счет выбора угла фи было вот, ну, я не буду повторять выкладку, значит, здесь надо потрудиться, посчитать, что это будет, и увидеть, что фи можно подобрать всегда с тем, чтобы это равенство обеспечить. То есть, с помощью вот такого преобразования ортогональной конкуренции, которая реализуется матрицей вращения, очевидно, это матрица ортогонально, правда? Вот всегда можно уничтожить вне диагональные элементы симметричные в матрице второго порядка. Хорошо, а если у нас матрица n-го порядка, n-го порядка, вот как здесь, вот можно попытаться применить схожую идею. ну, скажем так, вот можно вот давайте так, выберем индексы k и l, k не равно l, вот, и в позиции k, k, вот в такие позиции k, 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 l, ну пусть k больше l. Ну, вот такую матрицу будем сочинять. Значит, вот в позиции k, k пусть будет косинус фи, в позиции k, k, l будет минус синус фи, в позиции l, k синус фи, а в позиции l, l пусть будет косинус фи. А все остальные элементы равны единице. А если i, ну, а кроме этих, когда i не равно j, пусть это будет 0. То есть, матрица, которая очень похожа на единичную матрицу, но отличается от единичной матрицы лишь в четырех позициях. k, k, l, lk и l, l. Вот, и в эти позиции ставится матрица плоского вращения. Таким образом, у нас такие матрицы появляются. Значит, матрица определена тремя параметрами. Это индексы k, l и еще фи. Значит, каждая из них, очевидно, является ортогональной. Проверка тривиальна, правда? Вы представили себе такую матрицу? Ну, представили? Вот, единичная, и вот позиции k, l, вот туда поставили матрицу плоского вращения. Значит, в результате матрица определяется номерами k, l и углом фи. Это ортогональная матрица. Давайте мы их тоже будем называть матрицами вращения. Значит, две оси плоскости этих осей происходят вращения. Значит, что мы понимаем? Что можно фи подобрать таким образом, что элемент в позиции k, l в результате окажется равен нулю. Ну, это то же самое, что делалось скрываем в втором порядке. Понятно, да? То есть всегда это можно делать. Ну, хорошо, вот теперь перед нами матрица H, порядка N. Матрица H порядка N. И мы выбираем так, ну, я так напишу, пусть будет это H0 равный H. И вот мы выбираем матрицу q1, которая дает нам матрицу H1. Очевидно, симметрия сохранится при таком преобразовании. А в качестве q1 выбираем матрицу вращения, определенной вот этими номерами k, какими-то k, каким-то l и каким-то углом φ. Но выбираем так, чтобы элемент в позиции kL в матрице H1 обнулился. И это всегда можно сделать. Согласны? Ну, кивните, так, чтобы я понимал, что вы в теме. Ладно. Хорошо. Ну, пусть, ну, какую позицию? Ну, не знаю, следующий шаг какой? Хорошо, 1,0 то мы получили, вернее, параосимметричную, нулей получили вне диагонали, но остальные элементы тоже надо бы уничтожить. Ну, давайте продолжим теперь подберем вообще говоря другие kL, ну, естественно, другие, так, чтобы в матрице H2 обнулился другой, другая симметричная пара, отвечающая новым значениям kL. Хорошая мысль, но предыдущая пара-то ведь испортится, предыдущие нули станут не нулями. Это огорчает, ну, вот тут важно не огорчаться очень сильно, а продолжить, продолжить. Значит, вот возникает процесс. Дальше мы матрицу H3 получим и так далее. И вот таким образом используем матрицы вращения q1, q2, q3, ортогональные матрицы специального вида. Мы можем строить последовательность матриц H0, начинаем с исходной вещественной симметричной матрицы, дальше H1, H2, H3 и так далее. Это и есть метод вращения якобы. Но интересно, а почему этот метод представляет интерес? Ведь ранее полученные нули вообще говоря портятся. Так? А нам бы надо все внедиагональные элементы сделать близкими к нулям, к нулю. И тут возникает некоторая идея. Оказывается, если вот это φ на каждом шаге выбирать некоторым специальным образом, то можно гарантировать, что все внедиагональные элементы стремятся к нулю. Все. В каждой позиции. Вот в этой последовательности матрицы H0, H1 и так далее. Вот интересно, догадаетесь ли вы, а как предлагается выбирать ну не угол вращения, а позицию вращения. Просто сам-то угол определяется однозначно с целью получить ноль. А вот эту пару К и Л как выбирать на каждом шаге? Отличная мысль. Она так философски правильная. Ну, ведь мы бы все хотели сделать нулями, да? Ну, то, что самый большой, вот с ним бы надо в первую очередь. Самый большой надо уничтожить. Хорошая идея. Значит, принимаем такую идею. На каждом шаге. Вот у нас матрица H1, ИТ. Смотрим внедиагональные элементы, смотрим, какой самый большой по модулю. Вот его позиции, он в позиции K и L, вот эти K и L берем и вот и убиваем за счет матрицы плоского вращения на осях, на K и L и осях. Теперь уже все четко совершенно определено. Конкретный алгоритм, теорема. Вот если мы так будем делать, то во всех внедиагональных позициях элементы стремятся к нулю. Вот совсем несложная кстати теорема. Надо вот что заметить, что если вы матрицу умножаете слева или справа на ортогональную матрицу, вещественную матрицу умножаете слева или справа на ортогональную матрицу, то сумма квадратов всех элементов сохраняется. Ну если кто-то сейчас не чувствует почему это так, проверьте, это мое упражнение для вас. Это действительно упражнение простое. Вот. Ну а дальше надо посчитать. Дальше надо посчитать. Ну давайте введем числа, да, диагональные, сумму квадратов диагональных элементов. Как обозначим? Ну давайте D, да? D D KT пусть это сумма квадратов диагональных элементов. Ну не сейчас так H ИТ ох как это плохо не H ИТ а H КТ а здесь я напишу ИИ в квадрате ну почему модули не пишу? Да потому что вещественная матрица. Вот и вне диагональные давайте F КТ сумма квадратов всех вне диагональных тоже посчитаем. Значит если сложить D КТ и F КТ то получится сумма квадратов всех элементов. Правильно? И она сохраняется. Для каждой то есть вот так вот ДКТ плюс ФКТ то же самое что ДК-1 плюс Ф К-1 то же самое. Это то что я предложил вам проверить. При умножении на любые ортогональные матрицы сумма квадратов элементов сохраняется. Это несложная выкладка. Значит это мы имеем на каждом шаге. Вот но вот если вы посмотрите пусть позиции пусть позиции и и ж я раньше говорил К и Л ну пусть вот эти позиции и ж выбирается на катом шаге и не равно ж конечно же вот элемент в позиции и ж будет обнуляться. Вот если вы посмотрите на подматрицу в позициях и и и ж и и и ж то сумма квадратов здесь тоже сохраняется. Сумма квадратов тоже сохраняется. Значит что же это означает? что же это означает? Что если вы возьмете вот эту это сумма квадратов всех диагональных элементов на катом шаге а здесь на к- минус первом шаге но здесь вот мы добавим два раза тот самый элемент который мы с вами уничтожили ну а написал да на самом то деле это в матрице ашка минус один вот этот вот элемент еще в квадрате диагональка подрастет вот таким образом диагональка подрастет вот таким образом вот но про вот этот элемент что можно сказать мы же его договорились максимальный выбирать максимальный да вне диагональный элемент максимальный Значит, для него оценка вроде бы, его можно оценить Через сумму квадратов всех внедиагональных элементов Значит, вот этот элемент Значит, сумма fk-1, конечно же, меньше или равно, чем максимальный элемент Но раз уж мы выбрали максимальный, вот он, в квадрате Ну, на число внедиагональных элементов А сколько внедиагональных элементов? Я в вас верю Посчитайте n квадрат минус n Вот, ну, здесь Ну, всего вот так Вот n квадрат минус n Вот Ну, и теперь у нас возникает Значит, fk-1 Есть fk-1 Плюс dk-1 минус dk-t Или это меньше или равно, чем что Ну, вот, смотрим на эту формулу dk-1, значит, минус вот это самое Так, ну, fk-1, минус fk-1, на что умножить? На 2 На n в квадрате минус n Ну, давайте я вот так вот напишу Вот Вот что получилось Это если мы убиваем самый большой по модуле элемент Если поучительный случай n равно 2 рассмотреть Если n равно 2, то 0 получается сразу Ну, правильно, для матриц симметричных веществ Второго порядка мы за один шаг получаем 0 и больше ничего делать не надо Одно только вращение Ну, а вот В случае матриц порядка 3-4 и так далее Вот это некое число Пусть гамма Строго меньше единицы И положительное Значит, вот Таким образом fk-t Меньше или равно, чем гамма в степени k-t На f0 Что и доказывает Поскольку гамма меньше единицы Что все поддиагональные элементы Потому что fk-t это сумма квадратов всех поддиагональных элементов Стремится к нулю Уже интересно, да? Вот дальше Есть одна вещь Честно говоря, я не знаю Вот могу предложить вам Может быть, вы Хоть кто-то когда-то прояснит Ситуация для меня Ну, для всех тоже А вот что с диагональными элементами происходит Там они стремятся к пределам или нет Вот я хочу сказать, что я не знаю Не знаю Но Что можно точно совершенно сказать Вот можно Вот Каждая последовательность диагональных элементов Ограниченная Это очевидно, правда? То есть возьмем элементы в позиции 1.1 Ну, вот это и диагонали На диагонали В матрице В матрицах Ошитая Вот это есть ограниченное последовательство Вещественных чисел Вот И согласно теореме Бальцанова и Штрассе Да Из этой последовательности Можно выделить Сходящуюся под последовательность Правильно? Сделаем это Распортим под последовательность Соответствующую матрицу Ошитых И Позицию Начнем рассматривать Позицию 2.2 Значит, в позиции 1 1 уже сходятся Элементы В позиции 2.2 Неизвестно Но Это есть ограниченная последовательность Из нее тоже можно выбрать Сходящуюся под последовательность Вот если мы это сделаем У нас будет под последовательность Под последовательности С таким свойством В позиции 1.1 Элементы сходятся В позиции 2.2 Элементы имеют предел тоже Что делать дальше? Позицию 3.3 рассмотреть Да? Там тоже ограниченная последовательность И по теориям Бальцанова и Штрассе Мы выделим под последовательность Ну на языке исходной Если посмотреть, что произошло с исходной Это под последовательность Под последовательности Под последовательности И вот так вот это Повторив он раз Мы с вами получим Утверждение о том Что существует под последовательность Исходной последовательности Матриц В которой Все диагональные элементы Имеют пределы А в недиагональной Они Мы уже понимали Что они имеют Предел Равный нулю То есть существует Под последовательность Вот этих матриц В которой Такая, что Ашитые Стремятся Ашитые стремятся К диагональной матрице Вот видите Тут здесь Прям Некие Некие рассуждения Такие Типичные Для математики В разных разделах Математики Встречается Вот эта идея Выбирать под последовательность Несколько раз Про куитые Непонятно Если бы еще куитые Имела предел Куитые бы сходились Мы были бы счастливы Наверное Но это не обязательно Но что мы знаем Элементы матриц куитых Все ограничены Правда И мы можем Применить ту же самую идею Будем выбирать Под последовательность Под последовательность Много раз так Чтобы выбрать в итоге Такую последовательность Здесь номеров Чтобы и ошитые Матрицы ошитые Сходились к некоторой Матрице диагональной И куитые Сходились бы К некоторой Матрице ку Эта матрица ку Ой Ну здесь я Виноват Конечно Конечно Как-то тут я Лихо Некую лихость допустил Конечно же Не эти Не эти куитые Они нас не очень интересуют Нас интересуют Произведения Давайте Напишу П Пкт Это будет Произведение Вот такое Произведение Ортогональных матриц Тоже будет Ортогональной матриц И простое упражнение Значит Вот эти матрицы Пк В них конечно Надо выбирать Из них надо выбирать Сходящуюся Под последовательность То есть Можно гарантировать Вот что А формула Которая возникает Исходная матрица Она с помощью Вот этих Ортогональных матриц Пкут Здесь мы имеем Ашкаты Значит Вот можно так Номера выбрать Что Ашкаты Будет сходиться В диагональной матрице Лямбда А Пкат И будет сходиться Кортогональной Естественно Кортогональной Матрице П Ну последнее Это обычная Теорема Из анализа Перехода к пределу Правильно? Если есть равенство То вы можете Перейти к пределу Вот вам Объяснение Знаменитого Старейшего метода Одного из старейших Методов линейной алгебры Серьезного Вполне метода Метода Икоби Вот Для чего Метод? Для вычисления Собственных значений Собственных векторов Вещественной Симметричной Матрицы Упражнение Для вас Все это можно Обобщить Для случая Эрмитовых Матриц Произволенных Можно Придумать Как Должен выглядеть Метод Икоби Для Эрмитовых Матриц Ну судьба Такая Это не единственный Метод Для той же Задачи Значит Он был Несколько Потеснен Другими Методами Но Примерно Так вот Лет 10 А может быть Уже время быстро Летит 15 назад Интерес к методу Икоби Как-то сильно Возрос В связи с тем Что Оказывается Вот такая Есть потребность Не только Старшие Собственные Значения Находить С хорошей Точностью Это обычно Всегда Удается А и младшие А и младшие По модулю А совсем Икоби 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 Те методы Ну Все Основан На другом Пакете Элипак Вот там Все-таки Метод Для вычисления Сингулярного Разложения Несколько Другой Но Использующий Тоже Вращение Идею Вот это Идею Метод Икоби Он Тоже Использует Но Не совсем Так Как Об этом Я рассказал На сегодня Все Спасибо